Праздники подошли к концу, это значит, что пришла пора расставаться с новогодними елками. Если искусственные красавицы займут свое почетное место в шкафах и кладовках, то живые деревья, скорее всего, отправятся в мусорные контейнеры, а оттуда на свалку бытовых отходов, где их нахождение нежелательно. Всем известно, что древесная смола является легко воспламеняющимся веществом, а это значит, что елка может стать причиной пожара, тогда как она могла бы принести реальную пользу. Елочки, которые отслужили нам на Новый год, порадовали нас, они могут быть полезны тем, что переработаны и получены из них древесные мульча, которые от хвойных деревьев, она очень благоприятная для почвы, потому что, если так сказать, это, правда, хоть свежие от слизней, от таких вот ползучих вредителей. Мульчу, полученную путем переработки тех хвойных деревьев, которые рязанцы принесут к специальным пунктам сбора, используют впоследствии для удобрения зеленых зон Рязани, Центрального парка культуры и отдыха и лесопарка. Прием елок будет осуществляться ежедневно на протяжении недели с 9 до 18 часов на четырех площадках в управлении благоустройства на улице Урицкого, в Верхнем городском саду, а также на территории зеленых зон на площади Маргелова и пересечении улицы Западной с Московским шоссе. Кроме того, дирекцией благоустройства города ежедневно будет осуществляться вывоз новогодних хвойных деревьев с контейнерных площадок многоквартирных жилых домов. Ну, конечно, лучше привезти, потому что ее могут забрать мусоровозы, которые, если это, тем более, небольшая елка, поэтому лучше привезти, но если уж кто-то не сможет, то мы постараемся забрать. Акция по сбору хвойных деревьев организуется в нашем городе уже во второй раз. В предыдущий год эту инициативу поддержало большое количество рязанцев. В администрации города надеются, что и в этом году горожане проявят сознательность.